Чуть больше 10 дней до начала нового учебного года школьники и студенты вновь отправятся по своим привычным маршрутам. Правда, кому-то придется этот маршрут до вуза или школы скорректировать. Причина всем известна. Путепровод на новом рынке, ремонт которого продолжается. Какие меры уже приняты, чтобы путь школьников и студентов был комфортным. И не только об этом. Поговорим сегодня в студии с нашими гостями Юлией Дороховой, руководителем муниципального предприятия «Центр Транс» и Валерием Ведяшкиным, заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Здравствуйте, Валерий Иванович. Здравствуйте, Юля. Прежде всего о проездных билетах. Естественно, я понимаю, появился единый для школьников и студентов, кто принимал решение ввести такой. Да, это новый тарифный план. Он у нас утвержден постановлением администрации города от 4 августа 2022 года за номером 1149. Он позволяет школьникам и студентам осуществлять неограниченное количество поездок как в авто, так и в электротранспорте. Решение, предложение было внесено главой города Барнаула Вячеславом Генриховичем Франком и поддержано депутатским корпусом. Ну что это за проездной? Какие тарифы он включает? Я вижу, что вы даже принесли, не знаю, будет видно или нет, и все-таки. У нас действуют два вида транспортных карт. Это два вида проездных. Это студенческий. Давайте покажем. Студенческий и школьный. Студентам необходимо предоставить документы. Это документ, удостоверяющий личность, его либо законного представителя и студенческий билет. То есть без студенческого билета не купишь? Нет. На карту вида школьная можно записать два вида проездных билетов. Один из двух видов проездных билетов. В зависимости от семьи статуса, который имеет статус семьи школьника, это обычный школьный проездной билет. Стоимость его составляет 550 рублей. Для его получения необходимо предоставить справку об обучении в образовательной организации. Заверенную какую-то, да? Да. И выдает школа, с печатью школы. И также необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность школьника, либо его законного представителя. Второй проездной билет – это проездной билет для школьников, чьи семьи имеют статус малоимущей. Стоимость проезда для проездного билета для данной категории составляет 400 рублей. Статус семьи, который имеет малоимущие, чтобы получить, необходимо получить УЗ в социальной защите города Барнаула. Это я хотела чуть-чуть попозже, конечно, спросить. И все-таки давайте тогда подробнее. Что нужно, какие документы для школьников из малообеспеченных семей? Это справка об обучении в образовательной организации, документ, удостоверяющий личность, и справка из органов социальной защиты, которая подтверждает, что данная семья имеет статус малоимущей. Надо обратить внимание, что данная категория, то есть школьники, чьи семьи признаны малоимущие, получают проездные билеты на Ленина 6 в муниципальном предприятии «Центр Транс» по предварительной записи. А вот именно только эти, они могут получить на Ленина 6? Где-то вот в свободной продаже не приобрести? Школьники, чьи семьи имеют статус малоимущие, могут приобрести транспортный проездной билет только на Ленина 6. По предварительной записи 717 по телефону 820. Немножечко уточним, вы сказали, что можно с новым проездным ездить и на гор-электротранспорте, и на автобусах. Так вот, Валерий Иванович, наверное, спрошу, на всех ли автобусах, во всех ли можно его предъявлять? У нас же огромное количество автобусов. И только ли в пределах города Барнаула или в пригороде тоже? У нас в городе всего 81 маршрут муниципальный, из них 60 маршрутов. Это маршруты, которые работают по, так скажем, с правом предоставления льготного проезда. Соответственно, на всех этих маршрутах, на 60, данная льгота, данный вид проездного билета будет действовать. Это как и городской электротранспорт, так и автобусы. Автобусы, как правило, это большой вместимости, которые работают и в черте города, и в пригороде. То есть это, ну, как, например, маршрут 109, маршрут 55, который у нас там идет с южного. Скидка достаточно приличная, потому что у нас 28 рублей стоит проезд. Сколько получается там для школьников и студентов приблизительно? В среднем стоимость одной поездки составляет от 12 до 15 рублей. И при этом можно ездить ни раз, ни два в день, а сколько угодно? Неограниченное количество раз. Угу. Среди студентов, Юль, есть же люди и взрослые, ну, учатся, там, не знаю, получают второе образование 30-35-летние люди. Есть какие-то возрастные ограничения для тарифа вот этого, который студенческий? А правом на получение и использование студенческих транспортных карт обладают студенты до достижения ими возраста до 24 лет, очной формы обучения в тех образовательных учреждениях, которые находятся только на территории города Барнаула. Угу. Как пополнять проездной? И вот вы сказали, что школьникам из малообеспеченных семей только на Ленина 6 купить, а все остальные где смогут его приобрести? Там школьники, студенты? Приобрести данные виды транспортных карт можно в торговой сети Лига пресса Роспечать Алтай. В настоящее время их порядка 30 штук киосков. И в дальнейшем, после того, как вы единоразово его приобрели, пополнять можно онлайн. Угу. То есть онлайн закинул какое-то там количество средств и, пожалуйста, продолжай дальше ездить, куда тебе? Стоимость тарифного плана, она всегда фиксирована на месяц. Для школьников из обычных семей 550 рублей, для малообеспеченных школьников 400 рублей. Я так понимаю, новые проездные уже продают, да, вот в Лиге пресс? С 15 августа мы начали реализацию проездных билетов. На сегодняшний день школьники и студенты приобрели порядка 400 проездных. Ну, это активно покупают, получается? Какое количество у нас школьников-студентов, которые могут ездить? Сейчас сложно сделать прогноз. Ну, и времени-то прошло на самом деле, сколько там, 4 дня всего? Да, сейчас сложно спрогнозировать, какое количество студентов и школьников к нам придет за новыми нашими проездными. Но можно сказать, что у нас их в достаточном количестве, потому что поступает очень много звонков на предприятия. Наличие данных транспортных карт, я хочу сразу обозначить, что их достаточно. Хватит всем, кто хочет. Да, хватит всем, кто хочет. И активная реализация проездных у нас всегда идет к концу месяца. Угу, поняла. Валерий Иванович, я так понимаю, раз у нас все автобусы практически, ну, большая часть автобусов будут возить школьников и студентов по минимальному совершенно тарифу, каким-то образом перевозчикам будут компенсировать проездные вот эти, которые они идут? Да, конечно, перевозчикам будут компенсироваться до электронного кошелька, то есть до 24 рублей. Вся необходимая нормативно-правая база нами уже все подготовлена, она уже прошла всю процедуру согласования, утверждена. То есть порядок будет такой же, как вот у нас и нашим городским пенсионерам. То есть перевозчики перевозят за месяц определенное количество студентов, также делается сверка. И потом уже, то есть, так скажем, тот объем перевозимых школьников и студентов распределяется между перевозчиками пропорционально, кто сколько перевез. Для этого дополнительно из бюджета города на этот год выделено 6 миллионов рублей до конца года. На следующий год дополнительно будет выделено 23 миллиона рублей. А не было тех перевозчиков, которые говорят, ну, нам совсем не выгодно, давайте не будем этого делать? Или все... Нет, перевозчиков собирали, то есть у них понимание есть, все-таки у нас транспорт носит такое социальное, да, так скажем, назначение в первую очередь. Ну и плюс они понимают, что когда есть такая льгота, особенно на многие маршруты, что к ним придет дополнительный пассажир, которого у него раньше не было. Соответственно, это все-таки дополнительная выручка для перевозчиков. Да, то ли 28 рублей заплатил один, а то ли еще 5 человек, там, по 24, если им компенсировать будут. Валерий Иванович, вот многие школьники, особенно, наверное, даже иногородние студенты, которые сейчас начнут свою учебу, они же могут не знать о ремонте моста. Какая-то предусмотрена дополнительная информация в связи с этим? Как-то там оповещаете, что для этого делать? Действительно, мы работу по информированию наших школьников, студентов, вообще населения по закрытию путепроводов ведем в постоянном режиме. Так скажем, у нас в мае мы с 20-х чисел закрыли путепровод. До этого собирали руководители всех крупных вузов, учебных заведений, чтобы они у себя уже внутри данную работу проводили. Это, во-первых. Во-вторых, когда уже транспорт у нас поехал, но у нас не было такого, чтобы школьники, так скажем, либо студенты заблудились и не добрались в вузы. Чаще всего это все-таки пожилые люди. Здесь первое время все-таки была эта информация. Плюс во всех подвижных единицах у нас схемы измененные висят. Уже во всех источниках, такие как Дубль 2 ГИС, Трафик 22, уже все схемы автобусов, трамваев, троллейбусов, они уже там изменены с учетом закрытия путепроводов. У нас же все равно наша вся молодежь, мы понимаем, они пользуются в интернете, пользуются различными информационными источниками справочными. Там уже вся эта информация есть по каждому конкретному маршруту, как он идет и по какой схеме. Поэтому, думаю, здесь вопросов и проблем не должно возникнуть. Ну, поняла. Ну, вот мы уже говорили о том, что школьники и студенты теперь будут по проездным ездить и на автобусах, и, может быть, кто-то и выберет вместо гор-электротранса, там, трамвая или троллейбуса, именно автобус. Ну, потому что, может быть, он быстрее идет. Вот. Пострадает ли гор-электротранс в этой ситуации? Потому что, ну, получается, что там меньше будет уже пассажиров, да, потому что кто-то выберет автобус. Здесь действительно мы понимаем, что какой-то ток пассажиропотока, связанный с студентом, школьником, да, он, да, он перейдет на авто, так скажем. Пока точно, так скажем, назвать именно объем, да, количество прогнозируемое, ну, сложно, потому что мы уже будем... Ну, вообще, вы обсуждали же этот момент, да? Да, конечно, мы это обсуждали. То есть в сентябре нам уже и начало октября покажет, мы будем уже здесь подводить какую-то вот эту финансовую составляющую. В случае, если действительно мы будем понимать, что этот отток очень значительный и финансовое положение нашего муниципального предприятия, ну, значительно ухудшилось из-за этого, конечно, здесь мы будем подключать уже дополнительные какие-то финансовые рычаги, чтобы, ну, как-то, так скажем, помочь предприятию в финансовом положении. То есть зачастую мы понимаем, что не все у нас маршруты городского электрического транспорта дублируются автобусами, это раз. Во-вторых, все-таки трамвай у нас всегда имеет преимущество, особенно в зимнее время, он обособленное трамвайное движение, да, у нас скорость движения трамвая все-таки быстрее, если никаких помех для трамваев нет. Поэтому очень большой процент пользуется студентов-школьников именно городским электрическим транспортом. Для этого мы специально организовали два разворотных кольца. Ну, да, вот я и хотела сказать, что может кому-то будет даже удобнее. Да, кому-то будет удобнее там, да, за счет колец, то есть напрямую уже, минуя вот это Калинино-Кольцо, да, то есть перешли, опять сели и поехали. Поэтому здесь, я говорю, мы максимально для нашего муниципального предприятия сделали все условия, дальше будем уже анализировать и смотреть. Тем более автобус где-то в пробочке может встать, а трамвай у нас как шел, так и идет. Еще такой вопрос у меня в связи с первым сентября, да. У нас достаточно школ, которые расположены рядом совсем с проезжей частью. Знаю, что проводили ревизию светофорных объектов, ну и не только светофорных объектов. Ну вот расскажите, Валерий Иванович, подробнее об этом, что это за ревизия, ну и в итоге там какие-то нарушения, может быть, были, что исправляли. Да, действительно, ежегодно комитетом проводится работа в августе, в конце июля, в августе, это совместно с ГИБДД по городу Барнаулу. У нас производится объезд обследования всех школ, которые имеют непосредственный выход на проезжую часть пешеходных. 54 школ. Вот, поэтому выявляются какие-то недостатки, да, за лето может быть такое, где-то у нас зеленые насаждения ограничивают видимость, где-то дорожный знак повредился в связи там с погодными условиями или какими-то, да. Светофорный объект Т7, который вот моргает, он может там отказать, да, в связи тоже с какими-то техническими неисправностями. Ну и плюс, конечно же, два раза в год мы обновляем дорожную разметку на пешеходных переходах, которые непосредственно у нас имеют выход на проезжую часть у образовательных учреждений. Два раза в год это? Это к 25 мая, когда у нас школьные звонки происходят в учебных, и к 1 сентября. К 1 сентября эту работу мы всегда проводим, как правило, до 25 августа, то есть за неделю до выхода непосредственно детей уже в образовательные учреждения. Поэтому на текущий момент у нас работы именно по пешеходным переходам все выполнены. Подрядчик уже заканчивает работу по обновлению дорожной разметки. Это надпись «Дети» у нас и обозначение искусственных дорожных неровностей, так как все пешеходные переходы у нас оборудованы искусственными дорожными неровностями у образовательных учреждений. Поэтому эту работу мы заканчиваем. К 25 августа мы ее закончим и с учетом иных технических средств организации движения знаки. Светофорные какие-то объекты приходилось там что-то отремонтировать, да, или все было в порядке? Нет, бывают такие случаи. Здесь, я говорю, это у нас оборудование из-за погодных условий каких-то, да, там бывает, что светофорный объект у нас отказывает. Бригада «Мобор-Мобор-Свет» у нас на обслуживании светофоры находятся, и они оперативно выезжают. И у нас образовательные учреждения всегда на контроле как у нас, так и у ГИБДД, поэтому здесь мы работу постоянно ведем совместно. Спасибо большое. Я надеюсь, что и проездные помогут быть, чтобы дорога была более комфортной для наших школьников и студентов. И, собственно, то, что вы сделали, проверили все вот эти пешеходные переходы и светофорные объекты. Спасибо, что пришли. А я напомню, что сегодня мы говорили с Юлией Дураховой, руководителем муниципального предприятия «Центр Транс» и Валерием Ведяшкиным, заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорта и связи города Барнаула.